Библейский портал экзегет.ру представляет 12 глава книги Иудиф, читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет. Ну вот началась спецоперация, Иудиф внедрилась в страна Лаферна вражеского полководца, получила его полное доверие, согласие, остается устроиться. Ну, казалось бы, все уже, опасность миновала, вот того, что ее там убьют, или там что-то еще нехорошее с ней сделают сразу после прихода. Но есть еще одна опасность, которая в 12 главе обсуждается. И приказал Лаферна, ну тут главы прям обрываются на полусловие, приказал ввести ее туда, где хранились серебряные сосуды его, и велел ей пользоваться пищей от стола его и пить вино его. Ну, то есть поставил на удовольствие, да, причем по высшему разряду. Но Иудиф сказала, не буду есть этого, чтобы не было соблазна, но пусть подает мне то, что припасено со мной. Напомню, что она из осажденного города с мышком провизии пришла, служанка несла, да. Казалось бы, очень нелогично. Надо, наоборот, истощать запасы врага, а не свои тратить, где только можно. Почему? Да дело в том, что она же иудеянка, она не может соблюдать, не соблюдать правила пищевых ограничений, которые изложены в Моисеевом законе, да. Кашрут, проще говоря. Она не может есть там, мало ли, что свинины, доложертвенные, какие-то еще недозволенные виды пищи. Поэтому она берет все с собой. Правоверные иудеи до сих пор так, если они едут куда-то, вот где иудеев нету, где больше никто им не приготовит, они везут с собой мешок, чемодан, провизии, едят все с собой. Только воду и фрукты могут пить любые есть. Аллафирн сказал, и когда истощится то, что с тобой, откуда мы возьмем, чтобы подавать себе подобное этому? Ибо среди нас нет никого из рода твоего. Иудеев отвечал ему, да живет душа твоя, господин мой, раба твоя не издержит всего, то есть не потратит до конца, что со мной прежде, нежели Господь совершит моей рукой то, что он определил. То есть ничего страшного как-нибудь устроится. Это тоже ведь важно, да, то есть она не переступает границ. И не только пищевых. И ввели ее слуги Аллафирна в шатер, да спала она до полуночи. А перед утренней стражей устала и послала сказать Аллафирну, да даст господин мой повеление, чтобы рабе твои дозволили выходить на молитву. А помните в предыдущей главе она говорит, я буду выходить на молитву, и Господь мне откроет, когда тебе напасть на иудеев. Для него это полезный такой тактический прием, да. Аллафирн приказал своим телохранителям не препятствовать ей. И пробыла она в лагере три дня, а по ночам выходила в долину Ветилуи, омываясь при источнике воды у лагеря. Ну и еще такие вот ритуальные, по сути, дела, омовения. И выходя, молилась Господу Богу Израилеву, чтобы он направил путь его к избавлению сынов его народа. По возвращении она пребывала в шатре чистую, а к вечеру приносили ей пищу. Ну вот, смотрите, она еще и мудряется никак не оскверниться этим языческим окружением. Неужели у Аллафирна не будет никаких других пожеланий по отношению к прекрасной даме совсем в соседнем шатре? Конечно, будут. В четвертый день Аллафирн сделал пир для одних слуг своих и не пригласил к ослужению никого из представленных службам. Ну, то есть, для ближнего круга. И сказал Евнуху Вагое. Евнух — это управляющий всем, что у него было. Ступай и убеди еврейскую женщину, которая у тебя прийти к нам, есть и пить с ними. Стыдно нам оставить такую жену, не побеседовав с ней. Она смеет нас, если мы не пригласим ее. Ну, то есть, его управляющий, почему он евнух, то есть, кастрат, ну, потому что служение такому важному господину на Древнем Востоке предполагает необходимость посылать к нему разных женщин, его гарем содержать в порядке, да, чтобы сам не попользовался никак. Вот брали на эту службу евнухов кастрированных. Ну, и, понятно, приглашение на торжественный пир, оно, естественно, предполагает разного рода продолжение. Вогой, выйдя от Аллаферна, пришел к ней и сказал, «Не откажись, прекрасная молодая женщина, прийти к господину моему, чтобы принять честь пред его лицом и пить с нами вино в веселье, и быть в этот день, как одной из дочерей сынов Ассура, ну, то есть, Ассиринкой, которая предстоит в доме Новуходоносора, в царском дворце Новуходоносор-царь». Ну, на самом деле, вавиланский, но в этой книге, мы уже выяснили, они все смешались. Иудив сказал ему, «Кто я, чтобы прикосновить к господину моему? Поспеши исполнить все, что будет угодно господину моему, и это будет служить мне утешением до дня смерти моей». Она встала, нарядилась в одежде и во всю женское украшение, а служанка ее пришла и разослала до нее по земле при Аллаферном ковры, которые она получила от Вагоя для всегдашнего употребления, чтобы есть возлежа на них. То есть, видите, у нее даже свой набор ковров не так, чтобы там, где придется, а вот отдельные. Затем Иудив пришла и возлегла. Подвигло сердце Аллаферна к ней, душа его взволновалась. Он сильно желал сойти с нею и искал случай обольстить ее с того самого дня, как увидел ее. Надо сказать, еще терпеливый попал с полковой до четыре дня. Многие бы быстрее перешли к этой программе. «И сказал ей Аллаферн, пей же и веселись с нами». А Иудив сказал, «Буду пить, господин, потому что сегодня жизнь моя возвеличилась во мне больше, нежели во все дни от рождения моего». И опять-таки она не врет. Помните, как такой старый советский фильм, где пьют за победу нацистские офицеры, а потом наш разведчик говорит, за нашу победу, и пьет отдельно от них. Что-то подобное. Ее жизнь возвеличилась. Для Аллаферна она говорит, «Ты меня почтил, но на самом деле она имеет в виду, я достигла своей цели. Еще не совсем, но вот уже у порога, вот уже остался только последний шаг, как победить эту армию нашествия». И она брала, и ела, и пила пред ним, что приготовила служанка ее. Да, мы уже выяснили, что она не ела некошерной пищи местной. Аллаферн любовался на нее и пил вина весьма много, сколько не пил никогда ни в один день от рождения. Ну, заодно, это история про вред избыточного употребления алкоголя. Если бы Аллаферн вел себя иначе, возможно, история пошла бы немножко другим путем. А каким она пошла, мы узнаем в следующей 13 главе. Аллаферн любоваться на нем.